Ну а сейчас речь о тех, кто не просит денег у родителей, а зарабатывает их сам. Реальные деньги в виртуальном пространстве. Вполне легально. Видеоблогеры, получая лайки и обретая новых подписчиков, трансформируют свою виртуальную популярность в реальный доход. Юлия Боброва пообщалась с героями видеохостинга и поинтересовалась, что нужно сделать, чтобы на тебя захотели смотреть миллионы. 65 миллионов просмотров, десятки тысяч лайков и вот еще одно достижение. Ровно миллион подписчиков на ютюбе. Амичка Ирина Ваймер вошла в топ видеоблогеров России. Свой успех школьница объясняет весьма своеобразно. Нужно работать, снимать и иметь какую-то в себе изюминку, что будет привлекать людей. Например, как я. Ничем не привлекаю. Видеоигры, косметика, еда, одежда. Такой формат выбирают тысячи видеоблогеров. Впрочем, есть и те, кто подкупает публику большими откровениями. Сейчас мне будет очень стыдно перед всей Россией, но я должна это сделать. Жительница Новосибирска взорвала интернет. Точнее, это видео, где девушка раздевается перед камерой, чтобы похудеть. Так Анастасия себя мотивировала. Ролики о пути к стройной фигуре привлекли десятки тысяч подписчиков. Впрочем, у этой девушки еще все впереди. Она может вырваться и в топ-3 российских блогеров. Самый популярный, с семью миллионами поклонников, блогер Иван Рудской, он же Иван Гай. В своих видео он делает все, что хочет сам или чего хотят подписчики. Выливает на голову ведро с водой, ест шаурму, обмазывает лицо сливками. Благодаря безумным выходкам он отправил на второе место рейтинга Максима Галополосова, популярного автора программы о смешанных видео «Плюс 100500». Третье место у Юрия Янива, автора серии роликов о так называемых лайфхаках, бытовых советах. Кстати, в его видео неизменно присутствует кот, а эти животные, пожалуй, самые популярные среди пользователей. Блогеры дурачатся и зарабатывают. Достаточно найти спонсора, рекламодателя или заключить партнерскую программу с агрегатором контента. Для этого нужны подписчики, и, как правило, достаточно нескольких тысяч. Партнеры помогают монетизировать каналы, а иногда становятся продюсерами перспективных авторов. Они могут быть настолько популярны, что пользователи готовы платить за подписку. О своих заработках герои интернета скромно умалчивают. Да и контракты разные. Если за блогером следит армия его поклонников, счет пойдет на тысячи долларов. К примеру, за месяц 18-летняя звезда сетевых видеоигр Карина Сычева только на одной рекламе заработала миллион рублей. Блогеры могут зарабатывать неплохо, если они создают качественный контент на правильную аудиторию. Нужно смотреть YouTube, нужно чувствовать эти тренды и работать со своей аудиторией. Тогда она тебе поможет выходить в топ. Психологи считают, видеоблоги – это новая форма сериалов из реальной жизни. Интернет-пользователям нравится смотреть, как дурачатся и играют взрослые люди и ассоциировать себя с ними. Это вот человек такой же, как и я, да, то отождествить себя с ним гораздо проще. И в этом один из таких вот секретов народной любви. Харизматичность, умение чувствовать, способность к эмпатии часто, то есть умение чувствовать, о чем люди-то от меня хотят, чего они ждут, да, умение импровизировать. В мае этого года депутаты Госдумы хотели сделать реестр видеоблогеров и ввести патенты, но дальше обсуждения вопрос не зашел. А налоговая служба так и не добралась до высоких заработков интернет-героев. Поэтому пока в России рынок видеохостинга остается виртуальным клондайком. Юлия Боброва, Дмитрий Головко. Омск здесь.